Открыто и без стеснения рассказывают о своих проблемах жители Щелковского района, руководителю администрации Алексею Валову. Уже третий год по поручению президента Российской Федерации в стране проходит общероссийский день приема граждан. Работа с жителями в нашем районе на особом месте. Для нас очень важно, что те люди, которые приходят сегодня на прием, вне зависимости, в этот они день приходят, в другой день приходят. Но очень важно, чтобы в этот день они получили максимум внимания и решения их проблем и вопросов. Попасть в этот день на прием можно было без предварительной записи и в режиме общего взаимодействия обсудить насущные проблемы. За помощью в решении вопросов жители в этот день обращались и главе Щелковского района Надежде Суровцевой. Сейчас в Московской области и в Щелковском муниципальном районе мы используем различные формы взаимодействия с населением для открытости власти. Мы слушаем те вопросы, которые нам задают, мы слушаем те предложения и пытаемся претворить их и реализовать в своей деятельности. Большинство обращений со стороны жителей касалось сферы ЖКХ, земельных вопросов строительства дорог. Поднимались и другие темы. В этот день смогли прийти те, кто долго собирался и откладывал. Например, Нина Медведева, председатель Совета ветеранов межмуниципального управления МВД России Щелковская, уже около пяти лет занимается вопросом сохранения памяти сотрудников Щелковского района, погибших при исполнении служебного долга. В этот день она обратилась с просьбой присвоить именно третьей и десятой школам, в которых когда-то учились погибшие при задержании преступников Андрей Юбко и Дмитрий Замяткин, а также выделение места для создания памятного музея. Ответ получила на месте. Иногда хочется решить просто оперативный вопрос, а иногда долго-долго думаешь и вдруг созреваешь, а возможности нет, и опять как бы откладывается. Поэтому я считаю, что такие моменты, они очень даже необходимы. Беглов дает помещение, а Поляковский приступает к оформлению третьей школы. Спасибо. Для властей приема населения – отличная возможность увидеть точную картину тех проблем, которые наиболее волнуют население. В единый день приема граждан встречи с жителями прошли во всех поселениях района. Приемы вели руководители администрации, их заместители и главы поселений. Проблеме каждого жителя уделялось максимум внимания. И если было невозможно разобраться с ситуацией на месте, то, по крайней мере, был предложен алгоритм действий по решению их вопросов. Решить проблем вряд ли удается сразу, потому что в основном у нас проблемы с ЖКХ. Это проблема сегодня такая, что она сразу за один день не решается. Ну, а так вообще, если не решение, то, по крайней мере, поиск путей решения мы осуществляем здесь вполне успешно. Я думаю, что, надеюсь, что в ближайшее время с нашей помощью эти проблемы будут решены. Прием граждан начался в полдень и закончился в 8 вечера. Такие мероприятия говорят о проявлении формы доступности власти. Теперь администрации Щелковского района предстоит в течение 10 дней подготовить отчет, который будет отправлен в управление президента России по работе с обращениями граждан. Марина Познякова, Сергей Максимов, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова